Также состоялась встреча кандидатов-президентов от Народно-демократической партии Узбекистана Лукбека Инаятова с избирателями Кашкадаринской области. Граждан ознакомили с целями и задачами, отраженными в предвыборной программе. Очередная встреча кандидатов-президентов от Народно-демократической партии Узбекистана Лукбека Инаятова состоялась с избирателями Кашкадаринской области. В ней приняли участие активисты партии, депутаты, местных кингяш и народных депутатов, молодежь. Доверенным лицом была предоставлена подробная информация касательно биографии и трудовой деятельности кандидата. Затем Лугбек Инаятов затронул приоритеты своей предвыборной программы, ознакомил собравшихся с целями и задачами, входящих в нее девяти направлений. В частности, речь шла о сильной социальной политике, направленной на обеспечение интересов населения. Создание равных возможностей для реализации каждым гражданином своего потенциала. Вопросу социального равенства отсводилось особое внимание в программе. Предложения по обеспечению равенства всех перед законом, независимо от социального положения и уровня доходов, участие каждого гражданина в жизни общества и государства были одобрены избирателями. Сегодня мы ознакомились с предвыборной программой кандидатов президента от Народной демократической партии Узбекистана. Следует отметить, что наши соотечественники сегодня принимают активное участие в данном политическом событии нашей страны. В представленной предвыборной программе кандидата охвачены все сферы жизнедеятельности. Особое внимание уделяется принципу «социальное государство», который также закреплен в Конституции. Именно поэтому в предвыборной программе кандидата нашли свое отражение принципы, как повышение качества жизни социально уязвимых категорий населения, создание условий для полноценного участия лиц с инвалидностью в жизни общества и государства и реализации их прав. Все это послужит дальнейшему развитию нашей страны. Особое внимание в своей программе кандидат уделил вопросам дальнейшего формирования социально ориентированной рыночной экономики, обеспечения занятости. В нашей стране начата подготовка к предстоящим президентским выборам. Мы сегодня ознакомились с предвыборной программой кандидатов в президенты от НДПУ Улубека и Наятова, где говорилось о осуществлении всесторонней заботы и поддержке семей, детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью, внедрении практики ежегодной ротации председателей судов на региональном районном городском уровне. В предвыборной программе планируется дальнейшее увеличение строительства доступного жилья для малообеспеченных слоев населения. Так, необходимо принятие закона о государственной поддержке жилищного строительства, создание прочной правовой базы, стимулирование отечественного производства строительных материалов и конструкции на основе современных инновационных технологий, реализация территориальных инвестиционных программ, в том числе усиление общественного контроля за тарифами на коммунальные услуги. Сегодня в нашей стране проходит важный политический процесс. Мы видим, что у наших соотечественников повышается сопричастность к осуществляемым в стране реформам. Сегодня нам была представлена предвыборная программа кандидатов в президенты от Народной демократической партии Узбекистана, в которой отражены девять важных направлений, где предусматривается установление размера стипендий в зависимости от успеваемости студентов и их участия в инновационной деятельности, значительное увеличение количества учебных часов по иностранным языкам и информационным технологиям в школьных учебных программах. Также были выдвинуты инициативы касательно судебно-правовой медицинской сфер. Программа также направлена на увеличение средств продолжительности жизни населения, дальнейшую модернизацию медицинской инфраструктуры, создание медицинских центров, охватывающих население крупных городов и сельской местности, подготовку квалифицированных кадров, переход на электронную рецептурную систему при назначении лекарств врачами и установление строгого государственного контроля в этой сфере. Предложения о совершенствовании системы социального обслуживания были поддержаны избирателями. Для каждой партии созданы равные условия для широкой агитации своей предвыборной программы среди населения. Вот, например, мы сегодня ознакомились с предвыборной программой кандидатов президента от Народной демократической партии Узбекистана. Мое внимание больше всего привлекло четвертое направление, где предусматривается обеспечение инклюзивного образования и воспитание детей с особыми образовательными потребностями, вопросы поддержки детей с инвалидностью, обеспечение для них равных возможностей, предоставление льгот преподавателям, работающим в сфере инклюзивного образования, значительное увеличение количества учебных часов по иностранным языкам и информационным технологиям в школьных учебных программах. Я призываю всех наших граждан проявить активность в данном важном политическом событии нашей страны. В фокусе внимания также дальнейшее укрепление законности, социальной приемлемости адвокатуры и правовых услуг по защите нарушенных прав малобеспеченных слоев населения. Акцент ставился и на развитие сети юридических клиник, предоставляющих бесплатные консультации, повышение ответственности органов опеки и попечительства. На встрече, насыщенной дискуссиями, предложениями и рекомендациями, кандидат дал аргументированные ответы на интересующие избирателей вопросы, привел примеры из жизни. Выступившие активисты поддержали предвыборную программу кандидатов в президенты Узбекистана от Народно-демократической партии Улукбека Инаятова и призвали всех принять активное участие в предстоящем важном политическом событии.